Прошли досрочные выборы президента Украины. От новой власти люди ждали прежде всего мира. Большинство избирателей считало, что с приходом новой власти политический кризис будет исчерпан и наступит мирный период жизни. Народ устал от противостояний, вылившихся в настоящую войну. И вот наконец свершилось. Избран президент Украины. И каково же было удивление, вернее шок вместо мира и стабильности кровавое побоище. Это очень плохой знак. Начать путь президента с такого кровавого смертоносного фейерверка, который вызывает гнев и проклятие матерей, ведущих смерть и страдания своих детей, мужей и отцов. Невозможно без слез смотреть на страшные картины подростка мальчика, убитого осколком мины. Возле подъезда жилого дома, не добежавшего несколько шагов до укрытия, сына, стоящего у тела убитой осколком матери. Тела людей, лежащих там, где их настигла смерть. Это невыносимо видеть. Те смерти, ту ненависть, которая сжигается еще недавно в совершенно мирной стране. У меня еще свежи в памяти многочисленные переговоры о мирном урегулировании политического конфликта в Украине. Эти переговоры проводились с лидерами оппозиции, с представителями европейских институтов, с Соединенными Штатами Америки. А ООН, НАТО, тогда, когда радикалы живьем сжигали бойцов Беркута, боевыми патронами убивали милиционеров, с 18 по 20 февраля европейцы не уставали предупреждать о недопустимости насилия со стороны власти. В меморандуме от 21 февраля прописана двухсторонняя ответственность о мирном урегулировании политического конфликта. Так почему еще до сих пор представители уже новой власти в Украине отдают преступные приказы убивать людей с применением тяжелого вооружения, авиации, ракетных установок, минометного огня? Украинцы гибнут с одобрения некоторых руководителей демократических стран, которые вместо осуждения насилия начали вести переговоры о поставках оружия. Неужели мало сегодняшних жертв? Надо, чтобы в Украине продолжали гибнуть и страдать тысячи людей. Остановитесь!